К сожалению, на 65 рублей калькуляцию мы не нашли, у себя в управлении образования специалист, который занимался, ну вот это действительно так. Вообще, мы на сессию пришли. Вам не стыдно это говорить? Не нашли. Вот вам не стыдно это говорить? Не нашли. Мы запрашивали, запрашивали калькуляцию. Так о чем дальше говорить? О чем дальше говорить? Тогда надо запросы было делать. Вообще, калькуляцию на торги, она не должна вообще предоставляться. Ну, в смысле, подрядчик не обязан нам ее предоставлять. Нам предоставляется, мы запрашиваем только три коммерческих предложения. Калькуляцию, по просьбе Викторовича, когда он был первым заместителем, мы запросили калькуляцию этого подрядчика для того, чтобы посмотреть. Ну, в том числе, в прошлом... Я могу не проверить. Нет. Сейчас уже предоставляю, посмотрев, чек, новые коммерческие предложения. Коммерческие предложения предоставлены опять без калькуляции. Я у него запросила два дня назад калькуляцию, но до сих пор везет. Сейчас вот, ну, обещал до полу второго привезти. Если сейчас подвезет, могу предоставить. Это уже коррупционная составляющая пахнет. У нас получается, вообще, по нашим расчетам, километр на базике будет стоить 68 рублей, 337 копеек. Такси стоит 25 рублей, такси. Ну, такси проще возить. Что вы желали возить? Проще такси надо. Здесь у нас почему получается дороже? Мы все понимаем, что у нас нет собственных теплых боксов и так далее, которые надо будет приобретать или арендовать и так далее. Не выставляем подрядчику на любой маршрут, а здесь вам придется, ну, например, если в городе какие-то гаражи с города возить. Я с другими районами связываюсь, ну, в том числе, например, Берелюбский. Что, ну, ни у кого по Красноярскому краю, я в группе руководителей управления образованием Красноярского края, вчера задала вопрос. Коллеги, подскажите, у кого есть просчет одного километра протяженности маршрута? Могу показать телефон. В ответ тишина. То есть, ну, каждый рассчитывает, наверное, так и может. Можно вопрос задать? Это больше 68 рублей километр у вас идет. Это с условием того, что мы даем свои автобусы. Я правильно, потому что это же автобусы районами. Да, да. То есть мы их, соответственно, предоставляем там водителей. И то есть их походу. И точно, когда как раз таки с предоставлением транспорт пойдет. А, ну, то есть там условия уже этого всего нет. Там все заложено в калькуляции. У нас транспорт предоставляется. Да ее нету, в калькуляции. Пока нет, другой момент. А какую калькуляцию вы говорите? Ее нету. Я говорю, я могу, вот мы расчет тарифа на перевозку свою от администрации. Получается, что мы с вами пилим бюджет района. Я ничего не пилю. Они пилят, мы не пили. Ну как, ну, мы сейчас проголосуем за бюджет и вот 65 рублей в километрах. Вы спросили, берегу со сколько километров. Сейчас мне подрядчик предоставил на 2021 год коммерческое предложение на базу. 70 рублей уже, а не 65. Мы сейчас выставляемся, в понедельник планируем выставиться на подвост по ценам 20-го года, так как имеем право, потому что начинаем торги в этом году, в 20-м. Следующее, если в 21-м, на втором полугодии буду торговать, у меня коммерческое, только 70. Вы плохой торгаш. Ну у нас есть сидрофи, если у него можно было сфотографироваться. Давайте к Олегу Юрьевичу, я после того, что в миссии, после прошлой комиссии подошла, я говорю, Олег Юрьевич, дайте мне коммерческое предложение, оно с меньшей ценой, чтобы мне выставить. Олег Юрьевич мне отказал. Почему? Почему? Ему что, денег не надо? Нет, не надо. Не надо? Не по 70 рублей можно. Если у нас есть свои автобусы, как я понимаю, у нас есть свой механик, свой отдел, правильно? Нет, механика не отдел. В районе есть он в технике? Нет. Что, что, ребята? Разве, что, я не знаю, на автомобиле, который у нас есть, на выпуск, который выпускают и так далее. Вот теперь у меня вопрос, зачем мы торгуемся, непонятно кому отдаем наше оборудование? И, по сути, платим еще его и деньги за это. А нелогичнее будет это все в район перевести под... Вот нет лицензии. Лицензию получить. Лицензию получить. Сколько времени требуется. Две недели. Две недели, две затраты. Вот можем спросить. Две недели. Две недели. Две недели. Две недели не краевой сделали, а не по фактическим затратам, которые вы запутали. Вы делали счет по краевой методике. Павел Владимирович, с этим я согласна. Мы рассчитываем, что по карту, может быть, цена будет меньше. Может, там не столько запчастей мы купим, там, колеса мы купили уже на этот год, правильно? Ирина Сергеевна, вот в прошлом году, в марте месяце, как раз депутаты, те, которые были здесь, присутствовали, голосовали за то, что выделили денежные средства на приобретение резины, страховки. Я вам задавал вопросы, как вы без торгов эти деньги осваивали в тот год, и перевозчик тот же остался. Вот вы знаете, что нас хотите либо разжалобить, либо считаете, я, наверное, умнее всех. Ну, как так может быть, если вы заявляете, что подвоз в этом году будет еще уже не 68, а 70 с чем-то там рублей. Ну, в прошлом году он был у вас 65, да? 65. Вот, 65 рублей, плюс бюджетом мы выделяли в марте месяце, по-моему, 700 тысяч выделяли денег на приобретение вот этих вот... В марте это в декабре было, прошло, а вы... Ну, в марте эта процедура продвигалась, потому что у вас аукцион что-то отменили. Когда я задавал вам вопрос, вы дошли до того, что даже стали приобретать этому перевозчику страховку? Страховку мы ему не предупредили. 300 тысяч, порядка 300 тысяч. Вы больше миллионов в прошлом году дополнительно денег еще... Не правда. Ну, давайте, правда или неправда, тогда покажите документацию, на какую сумму вы приобрели колеса, это шло через отдел образования, я просил тогда, и по поводу страховки тоже информация. Конечно, страховку мы не приобретали, колеса приобрели. Хорошо, деньги были выделены, куда их потратить? На 10-10 тысяч. Ну, тогда показать надо. Семен Валерьевич, ваш вопрос следующий, Александр Александрович. За 19-й год прямыми контрактами заключали с этим перевозчиком без торгов? На какую сумму за 19-й год? Сейчас не могу сказать, но сумма была большая, потому что возили Январь в февраль без торгов. Так как нами была подана заявка в центр закупок, Сергей Александрович на каждой пламерке слышал, что я говорила про это. Там были проблемы в центре закупок, то она была на больничном, то там в отпуске, то еще где. Нас никто не мог разместить. Но возили, как бы по прямым, возили по тем же ценам, что и, ну, как бы по коммерческим предложениям. Та же цена была, то есть цена была, ну, не завышена. У меня есть предложение снять все-таки полтора миллиона с перевозок. Вот я тоже посчитал, посмотрел, а резко контрактов по времени образования. В 2020 году у нас на перевозке контрактов заключено на 10 миллионов 166 тысяч. Ну, потому что не возили, посчитали. Ну, 10 миллионов, я здесь не считаю прямые контракты, правильно, до 20-го года? Сейчас вы просите 15. Я предлагаю полтора миллиона снять и распределить по 500 тысяч на Мариинский сельсовет, Преображенский и Ключинский. Вот мое предложение по тексту. Ну, что? А вы на прошлой комедии не были балансированы с бюджетом. Да, балансированы с бюджетом, да. То есть у нас получается сельсоветом снизили почти 2 миллиона коммуна. Хорошее предложение. Сначала посчитают, а потом уже у тебя больше будет, полтора миллиона. Ну, кто посчитал? У нас еще комиссия продолжается. На следующее заседание еще с ним полтора миллиона. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok